Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, сегодня у нас прекрасный солнечный день, весенние, птицы поют и цветы расцветают везде. Я выглянула в окно и увидела большое количество гуляющих людей, гуляющих людей с детьми, а также с собаками. Время было примерно 9.30 утра. Я села на велосипед, решила проехаться по своему любимому городу и показать его вам в режиме реального времени, потому что даже в комментариях под моими видео я могу представить, что в новостных программах, которые имеют место даже на центральных каналах, очень много разной информации. И первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это ситуация с парками. Закрыты они либо открыты? Насколько я поняла, попытались закрыть, и возможно, это удалось закрыть парки в Риме, но вы должны понимать, что парки существуют разных типов здесь в Италии. Это парки, которые открыты так, как парк, который я показываю вам сейчас. Кстати, обратите внимание, что у нас высажены новые деревья, то есть жизнь идет своим чередом, город ухоженный, и деревья продолжают сажать у нас в парках, видимо, как оно и было запланировано. Так вот, есть парки, как тот парк, который я вам сейчас показываю, он совершенно не огорожен никакой территории, нет никакого забора, нет никакого замка. И эти парки невозможно технически закрыть. Но есть парки, и в нашем городе один такой парк, я его покажу вам чуть дальше. Сохраню интригу, вы посмотрите, открыт этот парк, либо закрыт. Так вот, такие парки, насколько я поняла, в Риме попытались закрыть. Получилось это или нет, я еще не знаю. Сейчас раннее утро, я пока не смотрела новостную ленту. Но могу сказать, что Министерство здравоохранения абсолютно точно дает разъяснение по этому поводу. В парках можно гулять, и парки открыты. В парках запрещены так называемые ассамблеи, то есть собрания граждан, возможно, для обсуждения каких-то злободневных тем. И в любом случае люди должны сохранять дистанцию одного метра. Сегодня я встретила в 9.30 примерно, выехав с утра. Большое количество своих знакомых, они гуляют с собаками. Это прежде всего семьи, где есть дети, которые также, как и мы, посещают тот детский сад, который ходит сейчас. Данечка, и могу сказать, что если вы окажетесь в городе, в котором я живу, и я думаю, в любом другом итальянском городе, вас поразит даже не пустынность улиц. Я показываю вам огромную парковку, обычно она заполнена, тем более воскресенье. Как вы видите, люди бегают, продолжают бегать. И в общем-то, я не встретила, кстати, ни одного полицейского, что на мой взгляд очень логично, который бы останавливал людей, которые вышли прогуляться с собаками, которые вышли прогуляться с коляской, с маленьким ребенком, которые бы завершали подобную элементарную физическую активность, которая, как мы понимаем, всем нужна. Кстати, вот этот магазин был открыт до последнего момента. Это снова к вопросу о том, что все должно быть закрыто. Нет, должны быть закрыты детские, дошкольные учреждения, школьные учреждения, университеты, закрыты также музеи. Есть определенный, совершенно четко очерченный круг, скажем так, заведений, которые подлежат закрытию. Я настаиваю на том, что коммерческая деятельность была закрытие, либо открытие. Этот вопрос был отдан на откуп как раз таких людей, которые этой коммерческой деятельностью владеют. Мой ребенок старший ходит в гости и делает уроки вместе со своими друзьями. Это совершенно нормальная ситуация здесь. Дети собираются в группы примерно по пять человек и делают вместе уроки. И могу сказать, что у всех родители работают. То есть они продолжают работать, потому что, по всей видимости, работают в тех местах, которые не подлежали принудительному закрытию. Очень странно видеть улицы пустые, но могу сказать, что если вы окажетесь на улицах моего города и любого другого итальянского города, именно с этого я начала вам рассказывать, вас поразит даже не отсутствие машин на дороге. Я стою, как вы видите, на тротуаре, и по дороге не едет ни одна машина. И вас поразит не столько даже отсутствие машин на парковке, сколько тишина. Вот тишина это то, что сейчас отличает, наверное, любой итальянский город. Оглушительная тишина, которая непривычна человеческому уху. Но я с такой тишиной знакома. Однажды она меня поразила просто-таки до глубины моего сознания. Когда мы приезжаем в Езала, и это город, который закрывается на зимний сезон, то есть все закрыто, и вот там такая же ситуация. Очень и очень тихо, потому что нет проезжающих машин, нет разговоров людей на улицах, нет детского смеха на улицах. Это то, что сейчас имеет место в Аббаном. Но сегодня очень хорошая погода, я записываю свое видео с самого утра. Сейчас примерно 12 часов дня. Я закончу монтаж и начну выкладывать. Но я уверена, что во вторую половину дня мы увидим и гуляющих детей, и гуляющие семьи, прежде всего по улицам города, ну и также в парке, безусловно. Людей очень много, которые совершают пробежки. Как мы видим, этот человек, по всей видимости, уже возвращается с пробежки, поэтому он идет, но он спортивно одет. Очень и очень много бегунов, очень много тех, кто делает какую-то элементарную гимнастику. Сейчас я показываю вам двери банка, одного из крупнейших банков Европы. И работает банк в нормальном режиме. Единственное, что вывешено объявление о том, что до дистанции один метр рекомендовано, что возможно будет стоять человек, который пускает определенное количество, как сейчас это происходит в супермаркетах, людей непосредственно внутрь. Показываю вам открытую дежурную аптеку. Несмотря на то, что в воскресенье у нас всегда в Италии имеется дежурная аптека. И сегодня дежурная аптека это та, что в центре. Фармацевты внутри в масках и в перчатках я увидела. И, в общем-то, люди покупают в нормальном режиме какие-то нужные им лекарственные препараты, потому что, как мы видим, нет никакого ажиотажа, нет никакого столпотворения у дверей аптеки. Опять же, бегающие люди, которые гуляют с собаками, как вы видите, я нахожусь в центре города, и город не патрулируется, что, на мой взгляд, очень и очень логично. Люди должны гулять, безусловно, соблюдая то, что было предписано прежде всего Министерством здравоохранения. А предписано было не собираться, по возможности не собираться в большие группы, по возможности оставаться дома. И мы видим, как гуляют с детьми, а с детьми нужно гулять, безусловно. Дети должны получать и свою дозу свежего воздуха, и свою дозу солнечных лучей. Так вот, было предписано не собираться, по возможности оставаться дома и держать дистанцию одного метра. Кстати, по поводу песен, которые очень многие увидели, я не знаю, как это все освещалось в русских СМИ, в русскоязычных СМИ, но это некий флешмоб, который пошел из Неаполя, и сейчас очень популярна в Италии идея «Мы сямо дистантима, сямо вичини», то есть мы находимся друг от друга на определенной дистанции, но мы рядом друг с другом, мы близко друг к другу». Вот так, наверное, можно эту фразу перевести «Сямо дистантима, сямо вичини». Это идея, которая сейчас очень объединяет всю Италию, потому что сейчас я покажу даже вам объявление. Опять же, я показываю вам детский парк, который открыт, и, как вы видите, там нет никаких людей, которые бы контролировали наличие либо отсутствие гуляющих семей в этом парке. Так вот, могу сказать, что я покажу вам дальше объявление, где, опять же, в силу вот этого некого флешмоба и идеи «Иорестуаказа», «Я остаюсь дома», это, повторюсь, некий добровольный и абсолютно логичный ход, потому что, ну, если нет людей на улицах, держать открытыми кафе, вот, опять же, кафе могут оставаться открытыми, соблюдая график с 6 утра до 6 вечера. Закрытие и открытие кафе могут быть открытыми, но вот это кафе, например, как мы видим, новое недавно написанное меню, оно было закрыто в воскресенье, столики не убраны, это значит, что это кафе рабочее, в понедельник оно совершенно точно, совершенно точно откроется, и, опять же, есть объявление лишь о том, что, да, дистанция одного метра должна быть между посетителями, невозможно больше пить, показываю вам объявление выставки, которую мы посетили сейчас, да, все музеи закрыты, так вот сейчас невозможно, а это детский рисунок, не знаю, кто его нарисовал, дети либо подростки, посмотрите, как красиво, Абана, все будет хорошо, так можно перевести фразу, пустынные улицы, это удивительно, когда ты на велосипеде можешь стоять по среди проезжей части и снимать в обе стороны, машина не ездит. Так вот, я говорила о том, что, я говорила о том, что сейчас в итальянских барах можно попить кофе и перекусить, только сидя за столиком, то есть сервицью, а тавула можно осуществлять в таких заведениях, невозможно попить у барной стойки. Я показываю вам кафе, которое было открыто в момент, когда я снимала в воскресенье с утра, повторюсь, бары на свое усмотрение могут оставаться открытыми либо закрыться в силу того, что это нерентабельно сейчас, но соблюдая определенные нормы, и, в общем-то, вот такой красивый ухоженный город, как вы видите, да, машин нет, непередаваемая тишина, но людей для такого раннего часа достаточно много на улицах, что, в общем-то, неудивительно, потому что прекрасная погода, и люди выходят на улицу. Конкретно этот бар, да, он был открытым. Итак, Eore Stoacaz, это хэштег, который очень популярен сейчас в Италии, переводится как «Я остаюсь дома», как вы видите, это добровольное изъявление персонала непосредственно этой парикмахерской, я снимаю парикмахерскую «Жан Луи Давид», покажу вам заодно цены в этой парикмахерской. Это парикмахерская «Жан Луи Давид», которая совершенно добровольно закрывается, но прежде всего, я думаю, потому что это нерентабельно. И вот, если вам интересно, укладка, а также помывка головы стоит 25 евро, окрасить волосы в парикмахерской «Жан Луи Давид» здесь в Италии стоит 39 евро, какие-то более сложные окрашивания стоят 70 евро. Парикмахерские также были приведены в те условия, которым они должны соответствовать. Это расстояние одного метра между, получается, посадочными местами. Вот такие цены. И хочу показать вам также то средство, которое я вам очень рекомендую, если вы заметили улучшение на моих волосах. Это средство, обзор на которое я делала, стоит здесь в Италии 26 евро, называется «10 в 1 экспресс маска несмываемая». И вот другое объявление на дверях парикмахерской, в которую я непосредственно хожу. Именно там я крашусь, я делала обзор так же, как меня окрасили, а именно из этой парикмахерской. И здесь тоже написано, что в силу обстоятельств указан телефон, можно позвонить и можно записаться, но обслуживание клиентов происходит только по предварительной записи. Персонал оставляет за собой возможность варьировать и отменять запись. То есть, в общем-то, мы видим, что все работает. Это, кстати, очень красивое оформление этой парикмахерской. И да, все работает. Также внутри есть объявление, что внутри тоже были приведены в соответствии с нормами посадочные места. Возможно, не очень видно, но действительно один метр расстояния между, получается, столиками и креслами, в которых непосредственно происходит обслуживание клиентов. Вот такой город. Еще раз хочу показать его вам, что он очень ухоженный. Выглядит несколько странно, но, повторюсь, люди, которые живут в Италии, много раз могли наблюдать подобную ситуацию, например, в августе, либо в каких-то городах курортных. Ходят нормально, не, скажем так, не реже автобусы. И меня, я уже говорила, и многих это расстраивает, потому что автобусы ходят пустыми. И мне, кстати, тоже очень интересно. Вот если я сяду в автобус и приеду в Паду, насколько я поняла, риск того, что меня остановят и спросят, а куда же я собралась, он гораздо меньше. А если я сяду на машину, то да, возможно, опять же, сейчас очень мало машин, и такие контроли совершать очень легко. Возможно, меня остановят и спросят, куда же я собралась. Кстати, работает вся периодика открыта. Опять же, обращаю ваше внимание, что это воскресенье, и это удивительно, чтобы вообще что-то работало. И тем не менее, журналы, газеты свежие можно купить. Опять же, объявление на дверях бара о том, что необходимо на расстоянии одного метра находиться. Я думаю, что этот бар тоже не выглядит как заброшенный. В понедельник он будет работать, и он продолжает работать. А чуть дальше я покажу вам, кстати, как выглядит бар, который действительно закрыли. Вот этот бар, и здесь тоже видно, что да, это помещение, и, скажем так, этот бар, он закрыт, все зачехлено, закрыто. Но могу сказать, что этим баром владеют китайцы. Написано, закрыто на каникул этот бар перекупили китайцы. Очень шумная и большая сделка. Насколько я знаю, говорили, что за миллион евро купили этот бизнес китайцы. И я думаю, что они закрылись первыми, потому что мы понимаем, что у них клиентов было гораздо-гораздо меньше с первых дней, когда ситуация начала развиваться. Прекрасный цветущий город, гуляющие люди, их мало, но, тем не менее, обращаю ваше внимание, что снимаю я в 9.30 утра. И, в общем-то, весна идет, весне дорогу. Ну что, чтобы не быть голословной, я все-таки зашла на сайт governo.it, получается, правительство.it. Именно там я беру всю информацию, я не смотрю новости. Кто-то меня обвиняет в комментариях. Да, вы знаете, я не смотрю новости, потому что я, например, чувствую по комментариям, что некоторые, даже мои зрители, они не чувствуют разницу между тем, что между фразой, допустим, парки закрыты, парки предписано закрыть, парки должны быть закрыты, нельзя выходить из дома, рекомендуется не выходить из дома. То есть, на самом деле, многие, возможно, в силу некой паники, не улавливают разницы между вот такими фразами. И могу сказать, что да, центры эстетические, а также парикмахерские могут быть открытыми. Бары, рестораны могут быть открытыми с 6 утра до 6 вечера. После этого предусмотрен сервис выноса еды. То есть, вы можете из любого ресторана, если он предоставит такую услугу, заказать себе, допустим, ужин. При этом речь идет как раз-таки о ресторанах, которые изначально такую услугу не предоставляли. Маленькие магазинчики, обзор витрин, которых я вам делаю традиционно, из Падуя, а также из своего города. Это магазины, которые продают обувь, которые продают что-то для дома, которые продают одежду. Они тоже могут работать в нормальном режиме. И единственное, что в праздничные дни, то есть, получается, в воскресенье и в любые праздничные дни, они должны быть закрыты. Если раньше им предоставлялась возможность в эти дни работать, то сейчас, опять же, во избежание большого количества скоплений людей, потому что многие люди, они продолжают работать, как я и рассказывала, закрыты абсолютно детские сады. И, соответственно, люди, которые работают в этой сфере, сидят дома, закрыты детские школьные учреждения, закрытый университет. Это, прежде всего, те люди, которые работали в этих структурах, именно они сидят дома без работы. Кстати, это объявление о том, что можно заказать непосредственно лекарственные средства на дом. И, кстати, я показываю вам офис такси. Там разговаривают люди, и офис такси открыт. И показываю вам другой киоск. Он тоже в воскресенье сегодня работает. Так вот, я говорила о том, что можно запросить сейчас доставку. Ну, прервусь. А это банк. Тоже он работает в нормальном режиме. Единственное, что указание на, опять же, дистанцию одного метра, и на то, что могут не пускать всех и сразу. Так вот, я говорила о том, что многие аптеки организовали доставку лекарственных средств на дом. И перечислены люди, которые могут этим сервисом воспользоваться. То есть, если вот я не хочу и боюсь идти в аптеку, мне не привезут лекарства на дом, потому что я не попадаю под категорию людей, для которых этот сервис зарезервирован. Это прежде всего люди старше определенного возраста, 65 лет, если я не ошибаюсь. Это также люди с температурой 37,5. Это также люди с инвалидностью. И это также люди с позитивным тестом на коронавирус. И, соответственно, эта категория людей может воспользоваться сервисом доставки лекарственных средств непосредственно на дом. Хотела показать вам, как много раз меня спрашивают, как же убирают за животными. Вот таким образом убирают за животными, несмотря на то, что город пустой и полупустой. Тем не менее, все убирают за своими животными. Уже возвращаясь домой, хотела снова вам показать парк. Видно гуляющую пару и не очень видно людей, которые сидят в неком отдалении на скамейках. И могу сказать, что людей, когда я стала возвращаться домой, их стало больше на улицах, потому что все выходят на прогулку с животными. Кто-то даже собирает цветы. И покажу вам сейчас супермаркет. Я не стала заходить. Единственное, хотела вам показать, что никакой очереди нет. Хотя она может образоваться. Это связано не с тем, что все вдруг кидаются за продуктами, пополнять свои запасы на случай чего бы то ни было. Нет. Это связано с тем, что в определенный момент пришло 10 человек, а 10 человек пустить не могут, исходя из размеров супермаркета. Вот таким образом выглядят дезинфицирующие средства. Можно взять одноразовые перчатки, можно взять бумагу, можно взять непосредственно спрей. Пожалуйста, объявление о том, что всем этим можно бесплатно пользоваться. И объявление о том, что необходимо, опять же, находиться на расстоянии одного метра друг от друга. Мы видим человека внутри супермаркета, который спокойно пакует свою тележку. Но в целом люди выходят вот с такими пакетами. То есть никто не запасается. Ну и покажу вам еще раз, опять же, хэштег EORELS TO ACAZA. Я остаюсь дома. Это объявление на дверях эстетического центра, которое я когда-то посещала и всем сердцем любила. Опять же, есть указание, номер телефона на то, что если кто-то хочет записаться, все-таки салон, он откроется. Повторюсь, многие закрылись в силу того, что экономически сейчас невыгодно держать открытыми помещения, платить за свет, допустим, разогревать. Многие рестораны, многие бары закрылись, держать, разогревать духовки, держать их постоянно в готовности, когда никто может, в общем-то, и не прийти. Что ж, дорогие зрители, желаю всем прекрасного настроения, спокойствия и поскорейшего завершения этой странной ситуации. Желаю всем тепла, желаю всем солнца. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok